Ну, не настолько. Ты же всю жизнь был католиком. Да уж. Ну, если вкратце. Отец, сын, святой дух. Три в одном. Как трилизмик. Так мой священник говорил. Три лепестка, в то же время один. Отец не спасал сына, а он есть любовь. А затем послал святого духа, который явился в образе... Ты сказал, в образе духа. Голубя. Голубь был духом? Нет, дух голубен. Дай-ка я попробую. Бог свой сын, и сын есть Бог. Но сын еще выступает, как святой дух. Любовь и голубь. И все они друг друга не спасывают. Хотя в сущности они одно и то же. Ты понял. Что? Здорово получается. Спасибо. Постой. Что я вообще сказал? Ты что-нибудь понял? Нет. Нет, и никто не понимает. Поэтому нужно верить. Вера нужна. А если можно понять, зачем религия? Пожалуй, мы достаточно обсудили Троицу. Я все же не понимаю. Как он мог быть и духом, и человеком? Еще и голубем, не забывайте. А это не метафора? Нет, это птица. Что-то... Но... Слушайте. Все, что надо знать о Троице, это следующее. Бог как трелесник. Маленький, зеленый, делится на тре. Урок окончен. Я мужчина. Иногда хочется поухаживать. Но я не из таких монахинь. Скажите, женщины тоже тяжело переносят воздержание? Не знаю. Должна признаться, что этой ночью в моей постели был мужчина. Я считаю секс приемлемым. Смотрите, дело в доктрине первородного греха. Все мы грешны, кроме Иисуса, который, конечно, был католиком. Он пришел спасти нас. Но как он нас спасет, если мы не грешим? И ради спасения души мы должны грешить. В этом смысл христианства. Поэтому оно подходит всем.